ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Так... ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Здравствуйте, Николай Анисимович! Вот решил по-соседски навестить вас. Вы не против? Что вы, Юрий Владимирович, наоборот? Я очень рад. Пожалуйста, проходите. Благодарю. Юрий Владимирович, в таком случае можно чаю? Да нет, спасибо. На милости прошу. Но вы не думайте, что я отказываюсь, потому что в доме врага есть не положено. Мы ведь с вами... Мы ведь с вами не враги, Николай Анисимович. По крайней мере, я вас не считаю своим врагом, товарищ генерал армии. Я очень рад от вас это слышать, товарищ генерал армии. Прошу, Юрий. Благодарю. Юрий Владимирович, а может быть, все-таки чаю? Вот странно. Мы с вами оба генерала армии. Живем в одном доме, а в гости друг к другу не ходим. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Спрашивается, почему? А, действительно. Вы позволите? Да. Петр Первый, хорошая книга. А вы знаете, что ее заказал Сталин? О, неужели? Да, это вполне очевидно. Жизнь описания Петра очень похожа. Особенно тут одно место знаменательное, когда он раздает привилегии своим вассалам. Как вы думаете, почему? СМЕХ Ну, очевидно, для того, чтобы они, так сказать, лучше работали. Вы правда так думаете? А я думаю, чтобы легче было рубить головы, когда они проштрафятся. Провожать меня не надо, я и сам дверь захлопну. ЗАХЛОПНУ. СМЕХ 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 Намек Андропова на щекотливую тему привилегий, которыми он сам демонстративно не пользовался, означал только одно... Открытое объявление войны. Головы, говоришь, хорубить? Спасти Щелокова в такой ситуации мог только неожиданный кон труда. Не стоило тебе так наряжаться ко мне в больницу. Ты так у меня всех медсестричек отобьешь. А шо, шо? Леонид Ильич, доктор просил вас, пока не засыпать. Через полчаса будет процедура. Да, тут заснешь, смотри, мой-мой конь ко мне прискакал при орденах. Ступай, ступай, а то он перед тобой сейчас заорцевать начнет, всю палату разнесет. Присядь, Коля, присядь. Шо ты? Ну шо? Шо у тебя? Ну шо? Леонид, ты только не волнуйся, тебе нельзя. Леонид, это заговор. Ну и начинай ты мне опять про Андропова рассказывать. Леонид Ильич, у тебя доказательства есть? Доказательств нет. Ну вот видишь, а если б даже были доказательства, что бы я мог сделать? Шо? Леонид, доказательств пока нет. Но они будут, клянусь тебе, дай мне только 24 часа, и я представлю тебе доказательства. Леонид, подпиши санкцию на его арест, об остальном я позабочусь. На какой арест? На кого? Кого арест? Позови врача. Леонид, тебе плохо, Леонид? Это тебе, Коля, врач нужен, что бы выписал тебе порошки. Вот, вот хорошие, например. Леонид, ну при чем здесь эти порошки? Леонид, если мы его сейчас не арестуем, будет поздно. Ну это уже не прикрытая война, Леонид. Шо я скажу в ЦК? Шо я скажу в ЦК? Ну подожди, подожди. Соберешь досье, факты, документы, ну... Леонид, времени нет, ты понимаешь? Леонид, клянусь, я не знаю какую участь они тебе там уготовили. Леонид, ну ты ведь, Ленечка, не только о себе должен думать. Он за тобой, страна, Леня! Страна за тобой! Да, Коля, это правда. Я тебе скажу, мы с тобой друзья. Мы с тобой... Мы с тобой. Но если что-то пойдет не так, я тебя прикрыть уже не смогу. В распоряжении Щелокова находилось специальное подразделение МВД. Официально оно было создано для обеспечения безопасности во время проведения Московской Олимпиады. Его бойцы могли проводить операции по освобождению заложников и были готовы вступить в действие по особой команде при особых обстоятельствах. И вот такой случай настал. Юрий Владимирович! Выходите из машины! Вы арестованы! Не понял. Здрасте. Не дергайся. Дергайся! Сокол в центру. Сокол в центру. Засада в кольце. Потерь нет. Как свидетельствуют некоторые источники, попытка временного задержания Андропова закончилась полным провалом. Это произошло благодаря агенту, внедренному в ближайшее окружение Щелокова. Попытка дворцового переворота провалилась. Так, как смеете? Меня вызывали. Леонид Ильич просил. Здравствуйте, Николай Анисимович. К сожалению, никого больше Леонид Ильич сегодня принимать не будет. Отдыхает. Я понимаю, я все понимаю. Погодите. Что значит никого больше? Кто-то уже приходил? Андропов? Извините, товарищ генерал армии. Я неуполномочен давать такую информацию. Ясно. Неуполномочен. Я са. Я са.